Пятипроцентная ипотека на жильё в новостройках. В Ниньском округе продолжается активная подготовка законопроекта о предоставлении субсидий на покупку жилья. Особенности национальной охоты. В регионе стартовала горячая пора. Мы расскажем на кого и в какие сроки можно охотиться в сезон 2015-2016 годов. Школьная пора не за горами. Наша съёмочная группа выяснила, во сколько обойдётся родителям отправить ребёнка в школу. Время новостей на телеканале «Север» с картиной дня вас познакомят наши корреспонденты. В студии Алина Волучейская. Закон о 5-процентной ипотеке вступит в силу с 1 сентября. Сейчас идёт активная подготовка законопроекта. Комплект документов уже находится на рассмотрении в Сбербанке и ВТБ. Обе кредитные организации обещают озвучить решение в начале следующего месяца. Порядок предоставления субсидий банку, который будет участвовать в проекте, обсудили на очередном заседании администрации. На сегодняшний день предварительно дал своё согласие на участие в проекте по 5-процентной ипотеке Московский индустриальный банк. Сбербанки ВТБ рассматривают документы и обещают дать ответ к сентябрю. В свою очередь, Управление экономического развития корректирует постановление о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов кредитных организаций. По этому документу администрация будет возмещать банку субсидий на предоставление ипотеки. Банк ежемесячно предоставляет заявку на получение субсидий не позднее 10 рабочего дня, а месяц следующего за отчётным. Округ принимает решение в течение 10 дней, форма решения для распоряжения департамента и в течение 5 дней рабочих перечисляет субсидию. Программа ипотечного кредитования будет распространяться на квартирах, новостройках и строительство частных домов. Главное условие – недвижимость должна располагаться на территории Ненецкого округа. У присутствующих сразу возник вопрос, готовы ли строительные компании к масштабной стройке, ведь нового жилья на рынке недвижимости сегодня нет. Андрей Попов заверил – застройщики уже готовят земельные участки. Так, под многоквартирные дома в городе выделено 7 участков, под ИЖС – порядка 100. Также на совещании затронули тему жилья для сирот. Несмотря на выделяемые средства, квартир не хватает. В 2016 году предусмотрено финансирование на приобретение 45 квартир. К сожалению, мы не можем обеспечить всех сирот в один финансовый год, которые достигли этого права, приобрели это право в течение текущего года. Это у вас 101 человек на сегодняшний день. У нас такой возможности, вы сами знаете, нет. Здесь еще по 2015 и по 2016 году стоят те квартиры, которые мы строили, не только приобретаем. Рынок пуст на сегодняшний день. В свою очередь Игорь Кошин предложил руководителю Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Нинель Семяшкиной рассмотреть поправки в закон, который обязывает предоставлять жилье социальным сиротам. Также на заседании рассмотрели постановление о новом управлении. С 1 октября вопросы госимущества и земельных отношений в Ненецком округе будут выведены из полномочий Департамента финансов и экономики. Для этого будет создана отдельная структура управления имущественных и земельных отношений. Управление будет иметь статус самостоятельного органа исполнительной власти. На совещании губернатор также отметил, в условиях экономии бюджета необходимо грамотно управлять финансами. Например, размещать остатки средств на банковских депозитах. Сегодня нефть упала ниже 45 долларов. Так для всех понимания просто, что было, что происходит. Поэтому у нас должна быть возможность есть временно свободные, разместили на депозите. Необходимо перехватились в казначействе, не получается в казначействе, совершенно спокойно перехватили банковское финансирование. И это все должно быть революционно. После корректировки рассмотрение законопроектов продолжится на следующих заседаниях администрации. С 24 августа в окружной столице начинается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписала мэр Наринмара Татьяна Федорова. Начало отопительного сезона связано с подготовкой образовательных учреждений города к началу учебного года. А также в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха. А вот сезон охоты в Нинецком округе уже открыт. По информации Департамента природных ресурсов и АПК НАУ, охотиться можно на пернатую и водоплавающую дичь. На сегодняшний день профильным департаментам выдано более 100 разрешений. Для получения разрешения на охоту гражданин должен предоставить в Департамент природных ресурсов, экологии и АПК Нинецкого округа заявление и документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. Подать заявление можно лично, заказным письмом или отправить на электронный адрес департамента, который вы видите сейчас на своих экранах. Для охоты в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории Нинецкого округа определены следующие сроки. Пернатая дичь, водоплавающая дичь с 22 августа по 15 ноября 2015 года. Глухарь, тетерев, рябчик, вальчнов с 22 августа 2015 по 29 февраля 2016 года. Белая куропатка с 22 августа 2015 по 20 апреля 2016 года. Кушная дичь, заяц-беляк, лисица, волк с 15 сентября 2015 по 29 февраля 2016 года. Кисец с 1 октября 2015 года по 1 апреля 2016 года. Андатра, водяная полевка с 1 октября 2015 по 29 февраля 2016 года. Норка американская, рысь, росомаха, белка обыкновенная, куница лесная, горностай, хорь лесной, ласка. 15 октября 2015 по 29 февраля 2016 года. Форма заявления на выдачу разрешения, образец его заполнения, а также реквизиты для оплаты госпошлины размещены на сайте Департамента природных ресурсов и АПК НАУ в разделе «Информация для охотников». Доплясались. Сотрудники полиции вновь изъяли музыкальное оборудование и алкоголь без лицензии. На этот раз в баре, который в народе носит название «Адреналин или Натали». Поводом для проверки послужило заявление о том, что в помещении, расположенном по улице 60-летия СССР, незаконно проигрываются песни известных авторов и исполнителей. Окружные полицейские запросили у владельца заведения документы на право публичного воспроизведения музыкальных композиций. В рецензионный договор о публичном исполнении произведений СРАО у владельца бара отсутствовали. В результате полицейскими была изъята музыкальная аппаратура. Также в ходе проверки была выявлена реализация алкогольной продукции посетителям бара. Сопроводительных документов, которые удостоверяли бы легальность и оборот алкогольной продукции, у владельца заведения не оказалось. Вся алкогольная продукция объемом более 500 литров была изъята. Хозяину увеселительного заведения грозит административная ответственность. В школьной аппарате за горами в августе по традиции самыми популярными становятся магазины с констоварами. Ежегодная подготовка ребенка к новому учебному году – одна из основных расходных срок семейного бюджета. Покупают все от формы до ручек и карандашей. На какие суммы придется рассчитывать родителям, отправляющим детей в школу, узнала Алена Валей. Мне понравилось больше всего вот это. Алена через неделю станет ученицей четвертой школы. А пока в предвкушении важного события перебирает рабочие тетради, которые уже лежат на столе и ждут своего часа. Мне купили книжки. А еще что? Еще школьную форму. Раницы канцелярской принадлежности Алене, как и всем первоклассникам, вручат в подарок от администрации округа. Уже закуплено и отправлено по школам 670 портфелей. В каждом 34 предмета. Среди них флеш-карта на 2 гигабайта, сумка для сменной обуви, фломастеры, обложки для тетрадей и многое другое. Также окружная администрация оказывает поддержку 641 многодетной семье. Они могут рассчитывать на 15 тысяч рублей на одного ученика или студента-очника. Деньги можно потратить на школьную и спортивную форму, а также канцелярские принадлежности. На поддержку получается по 15 тысяч на каждого ребенка имеют право обратиться к гражданам, которые действительно до 1 декабря прошлого года сдали надлежащим образом отчет за израсходованные деньги. И в настоящее время они до 20 сентября текущего года имеют право обратиться к нам за данные выплаты. Средства для покупки товаров для школьников Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения выдаются семьям авансом. Но они обязательно должны отчитаться по их использованию до 1 декабря. В округе поддерживают и малообеспеченные семьи. Ежегодно в комплексном центре социального обслуживания проходит акция «Помоги собраться в школу». До 28 августа мы еще будем собирать также новые канцелярские наборы, различные тетради, ручки, карандаши, все, что возможно. Приносить их необходимо в отделение социальной помощи семье и детям, которые находятся на улице Рабочая, дом 18. В прошлом году комплексный центр помог подготовиться к школе 42 окружным школьникам из 40 малоимущих семей. Родители, имеющие хороший достаток, должны обеспечивать ребенка к школе самостоятельно. Мы купили школьную форму. Ушло на это примерно где-то 2130 на школьную форму. Ну, плюс еще, не считая обуви, туфли, сменная вот эта спортивная обувь. Ну, примерно около пяти, наверное. Около тысячи рублей придется выложить на канцелярские товары. Учителя облегчают задачу родителям и ученикам и заранее определяют, что нужно. Они прямо четко приходят, говорят, нам нужно такое количество листов, такого-то цвета тетрадка. То есть учителя заранее объясняют родителям. Поэтому мы, зная, что уже 20 лет торгуем канцелярской продукцией, поэтому мы привозим, соответственно, сертификат государственным, которые утверждены государством, обязательно сертификаты безопасности. А вот на ранцах специалисты экономить не советуют. То есть он должен быть легкий, видите, обязательно, он должен быть каркасным. Потому что маленькие ребятишки, они тут начинают носить тяжелые вещи, у них начинается спинка. Также немаловажна для ранца ортопедическая спинка, широкие лямки и светоотражающие элементы, чтобы школьника издалека было видно на проезжей части. Портфель, который соответствует всем требованиям, стоит в Наринмаре от полутора тысяч рублей. Всего на подготовку школьника к учебному году родителям необходимо потратить от 7 тысяч рублей. Примерно такую же сумму выкладывают и родители в других регионах страны. Алена Валей, Леонид Шишевов, Телеканал Север. Гильзы, каску и осколок 120-мм артиллерийского снаряда привезли из Карелии ненецкие поисковики. Исследовали местность и искали останки солдат, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Военно-патриотический клуб «Поиск» вернулся с раскопок. Страна отметила день российского флага. Наринмар не остался в стороне. Красота – капризная вещь, но любой ее каприз исполнит. Всем известный «Парадис». Салон красоты «Парадис». Косметологические и эстетические процедуры для лица и тела. Маникюр, педикюр, различные виды массажа. Профессиональная косметика, подарочные сертификаты, постоянным клиентам скидки, а также ежемесячные акции. Прием ведет врач-косметолог-дерматолог. Салон красоты «Парадис». Полярная 25А. 8-911-652-71-60. В конце лета ускоряем зиму. Легендарные снегоходы «Скидуй Линкс» с выгодой до 100 тысяч рублей. Только в августе. Только в салоне «Барс». День солидарности, объединения и гордости за свою страну. В России отметили День государственного флага. По всей стране от Владивостока до Калининграда в честь праздника прошли парады, уличные гуляния и концерты. На Ринмаре главные торжества прошли на площади Марацей. Гимн России в День народного праздника – традиция, которая объединяет граждан одной страны. Сотни национальностей и народностей, языков и диалектов, десятки республик, областей и округов. Их объединяет не только общая история, но и любовь к родине. Я знаю, что Россия замечательная страна, и то, что она очень хорошая. А почему она хорошая? Потому что она очень добрая. Главная площадь округа Марацей украшена триколорами. Артём пришёл вместе с сотрудниками молодёжного центра. Для него это второе празднование национального торжества. В прошлом году, 22 августа, он был в Крыму. Сейчас флаги держим, и у нас там люди рисуют триколор на лицах флаги. Да, объединяет людей. То, что в нём три линии, то, что не помню, что они, конечно, означают. Красная помня, что кровь означает, что проливи на войне. Белая вроде как дружба, что ли, типа свет, а синяя я точно не помню. Как оказалось, у каждого жителя округа своя трактовка цветов триколорий. И это неспроста. Согласно мнению геральдистов, единого символического значения цвета на флаге не имеют. Поэтому белой, синей и красной полосам приписывают самые разные трактовки. Небо. Потом. Как-то чистоту или что-то такое. И что-то ещё я не помню. Красный. С чем у тебя красный цвет? С миром. Поздравили жителей округа в этот день творческие коллективы городского дома культуры. Зажигательные выступления ансамблей, музыкантов и солистов звучали со сцены до 10 вечера. На площади жителей округа поздравили друг друга и всех россиян. Этот праздник символизирует, прежде всего, связан с Родиной, гордость, наверное, за Родину свою, за нашу огромную страну. Всё самое светлое. Здоровья крепкого. Чтобы всегда были весёлыми, жизнерадостными. Всё-таки праздник – это всемирный, российский. Так что всем здоровья. Поздравляю жителей округа с этим замечательным праздником. Россия – это мощь. И так и должно быть, я так думаю. Такие праздники нужны на вас? Обязательно. Хотя бы для того, чтобы молодёжь знала, что Россия есть, была и будет. В день государственного флага Российской Федерации в Сочи у подножия чаши Олимпийского огня установили новый национальный рекорд. В знак единения россиянтов развернулись самое большое в истории полотно российского триколора площадью 2100 квадратных метров. Также в рамках акции «Парад флагов регионов России» составлена единая композиция из флагов. Площадь полотна составила более 2000 квадратных метров. Её частью стал и флаг Ненинского автономного округа. Валентина Чебичек, Роман Делимарский, телеканал «Север». Они победили и обещали вернуться. В районе реки Куя завершился ежегодный окружной военно-патриотический слёт «Звезда». В течение недели 28 представителей активной молодёжи учились выживать в полевых условиях. Готовили на костре, ночевали в палатке и знакомились с основами военного дела. Любовь Пермякова с подробностями. Полторы недели бесконечных поисков, 100 километров пути по болотистой местности. Бойцы из «Красного», так ребята из поискового клуба называют себя, отчаялись найти в указанной местности останки советских десантников. У меня она как током пронзила, от головы прям до пят, прям вообще как пронзила током, потому что наш первый боец, которого мы нашли, и мы работали данным бойцом два дня, ну полтора дня. То есть этот день, да, раскоп очень был большой по диаметру, 7 метров только диаметр был в разные стороны. Почему? Потому что останки были далеко расположены друг от друга, в разных частях. Валерий Власов – один из участников экспедиции. Около еще одного павшего солдата нашел пуговицы. По ним и определили, кому принадлежат останки. Потихоньку, ножами, вокруг костей. Потом я заметил, пуговицы достали, начали пуговицы чистить. Потом заметили, что на пуговицах есть звезда наша. Вот тогда у нас появилась радость. Да, вот то, что вот мины были, там, гранаты были не разорвавшиеся, конечно, было страшновато, что вдруг там вот рвешься на них там. Было страшно, но ребята шли от ориентира к ориентиру, сверяясь с картой и описанием места захоронения. Они единственные, кто проделал весь путь пешком. За это их прозвали «железные люди». Каждый день мы преодолевали в одну сторону, либо 10, либо 18, около 20 километров только в одну сторону. И несмотря на дожди, и нас назвали «железные люди», что всегда мы их шли пешком. За время работы поискового отряда наши бойцы обнаружили останки пяти солдат. Троих подняли самостоятельно. Лагерь 400 волонтеров располагался на местности в 5 километров. Отсюда ребята уходили на поиск в разных направлениях. За 18 дней им удалось обнаружить останки 75 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их торжественно захоронили. Участники военно-патриотического клуба «Поиск» привезли с собой часть найденных предметов. Гильзы, каску, лопату, подкову, осколок 120-мм артиллерийского снаряда. Всего более 50 экспонатов. Все они будут храниться в школьном музее. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомню, Телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Всего вам доброго!